Я иду делать проект, сегодня у нас 8 июня, среда, я иду в школу, завтра уже я уезжаю. Да, завтра мы уезжаем в час дня в деревню с бабушкой, так что не знаю, почему я такая счастливая, но у меня просто сегодня очень хорошее настроение. Я еще сегодня буду складывать сумку, складывать вещи, я возьму рюкзак и сумку на плечо, мама там заказала, и еще сегодня придет косметичка специальная, которая нужна в дорогу, туда можно и ватные диски сложить, и салфетки, которые я маму купила. И еще, я не помню, говорила я или нет, но у меня первые мои наушники, по-моему, беспроводные именно, мне подарили лет, наверное, в 12, а может быть и в 13, ну где-то в таком возрасте, на день рождения, я помню, беспроводные были iverpods, я их потеряла, посеяла где-то, потом мне купили вторые наушники, и они у меня поломались, я не знаю, они у меня упали в воду, по-моему, и перестали работать. И вчера я упросила маму, она заказала мне третий наушник, она говорит, Милана, это последний, это последний, все, больше покупать не буду. Я теперь такая счастливая, все, у меня, я хотела, правда, взять эти наушники с собой в поездку, чтобы там можно было музыку слушать, но они придут только завтра, когда уже будем уезжать, так что я их уже заберу, когда приеду обратно домой. Ну ладно, ничего страшного, я буду с ними бегать, ходить, я музыку слушать люблю, я скачала себе там куча-куча песен своих любимых, вот, буду слушать. Еще вчера я с мамой ходили по спортмастеру, хотели мне выбрать, может быть, какую-нибудь футболку, но что-то мы ничего подходящего не нашли, я перемерила там достаточно много футболок, и что-то мы ничего не нашли подходящего, да и мне что-то не особо понравилось, вот, поэтому не знаю, не знаю. Еее, я пришла самая первая, теперь живем Настю и Марину. Мы поговорили насчет проекта, я уже иду домой на улицу, очень, очень жарко, я даже кофе сняла, потому что это невыносимо, плюс 23, по-моему, я не представляю, что будет плюс 28, а завтра плюс 28, вот. И поговорили мы, она сказала, ну, по всем личным вопросам будете мне писать в личку насчет там всяких тем, она проверила флешки, можно ли на них будет загружать, потом придете мне, покажете, как все это смотрится, скинете мне, если там кто не сможет прийти на телефон, так что, в принципе, нормально, в школе так пусто, так тихо, прям даже дышать страшно, если честно. Сейчас вам вот хочу показать сумочку, которую мама заказала, вот такая вот обычная черная сумочка, тут три отдела, она достаточно вместительная, именно поэтому мы ее и взяли, вот такой вот здесь ремешок такого вот цвета, в первом тут карманчики, тут есть еще один маленький карманчик и, собственно, все. Следующий и второй карман без маленьких карманчиков внутри и третий без застегивающего карманчика, тоже такой вот маленький, тогда, наверное, что-нибудь в жвачку положу, зарядку, что-нибудь такое, а вот за застегивающий замочек положу паспорт в маленький. Вот так вот сама сумочка спереди выглядит, достаточно симпатичная, у меня есть похожая белая, теперь будет еще и черная, я буду ее и обычно носить, там гулять куда-нибудь. Сумочку я вам показала, теперь покажу косметичку, называю ее дорожная косметичка, я ее буду всегда брать в дорогу, когда мы будем ехать, она вот такая вот удобная, фиолетового цвета, тут вот есть такой вот как на вешалочке, вешалочка такая, я его прям повешу, наверное, и будет он там висеть, видите, как тут много отделений, это, кстати, очень-очень удобно. Первый такой вот прозрачный отдел, туда, наверное, положу какие-нибудь ватные диски, ватные палочки, здесь, наверное, зубную щетку, может быть, умывалки даже, тут маленький карманчик для салфеток, там же есть у меня салфетки для снятия макияжа, наверное, сюда их кину, но хотя я не знаю, еще буду ли я краситься или нет, но косметику-то я беру, так что на всякий случай и салфеточки возьму. И внутри тут вот такой вот два, я бы сказала, кармашка, он вот так вот обычно застегивается, можно его повесить, а можно вот так вот нести как сумочку. Я же говорю, очень удобно и буду только в поездке, потом приеду, беру на самый верх, буду только в поездке ее брать, а вот сумочку черную буду носить всегда. Первое, наверное, что мы сложим, это вот эту вот косметичку, потому что я ее буду убирать далеко в рюкзак, а вот сумочку буду брать с собой, наверное, ее соберу в последнюю очередь. Притащили все самое необходимое. Я тут полазила в шкафах, и вот для зубной щетки я возьму вот такую вот закрывашечку, буду ее закрывать, чтобы пыль не налетала, одну бабуле зеленую, наверное, дам, а одну себе, вот такую вот прозрачную. Теперь кладу все, что я взяла из косметики. Теперь начинаю складывать рюкзак, туда я положу вещи, косметичку, хочу взять также планер, книжку, ну, в общем, такие вещи, которые мне еще долго не пригодятся, потому что в автобусе мы будем ехать 8 часов. Теперь собираю сумку, беру влажные салфеточки, вот такие вот антибактериальные. Мама купила специально, положу в сумку, потому что буду и в автобусе ими пользоваться, всегда они нужны мне будут. Еще я возьму очки, вот такой вот футляр, там внутри, собственно, очки сами, новые, которые мы с мамой купили. Также возьму свой паспорт, расческу. Что творится у меня на голове с прической? Я все собрала, вот прям все, рюкзак, сумку, все сложила, вроде бы ничего не забыла. И сейчас я пойду мыть голову, наверное, помою голову, и надо пораньше лечь спать, чтобы завтра пораньше встать. И даже не знаю, я сейчас помою голову, наверное, и приберусь в комнате, потому что тут бардак, вроде сложила вещи, а бардак все равно здесь просто ужаснейший. Поэтому беру вещи и потом сразу буду ложиться спать. Сегодня я проснулась рано утром, и вот наушнички мама забрала. Вот так вот они выглядят, очень такие симпатичные, мне понравились, прям как настоящие, вообще ничем не отличаются от оригинальных. И я их зарядила до 100%, вон, видите, зеленая кнопочка горит, поэтому буду сейчас их складывать в сумку. Они, видите, вот такие вот маленькие, удобненькие, и вот эта вот подушечка сама у них удобная, и не вылезают сухо. Потом папа решил отвезти нас на место, где мы будем садиться в автобус. Дорога предстояла долгая, мы ехали где-то час-двадцать минут. Столько красивых мест мы повидали, и больше всего мне понравилось, когда мы проезжали Москву-реку, там было видно МГУ. Потом мы проезжали парк Горького. Спустя полтора часа, было очень много также пробок в Москве, мы все-таки сели в автобус. У нас были места спереди, и вот мы столько всего набрали, буду читать сейчас книжку также. Еще у меня очень-очень мало зарядки. Мы в дороге уже второй час, и я решила выпить йогурт, клубнику и маракуйю. И сейчас буду читать книжку, я уже послушала музыку, у меня осталось 20 всего лишь процентов, представляете? А в дороге нам еще находиться часов 7. Мы сейчас остановились, остановка будет 30 минут на улице, плюс 28 градусов, это просто ужас какой-то, очень-очень жарко. И у меня на телефоне 2% осталось, а нам ехать еще 3-4 часа, вот, а зарядки уже нет, хотя я 100% заряжала, но вот не хватило, а там нет, чтобы заряжать телефон мест, в общем, да, поэтому, ну ничего, сядет зарядка, буду пока что ждать, созваниваться с мамой буду по бабульному телефону, так что вот как-то так. Привет, как видите, у меня новый фон для самых видео, и мне кажется, он шикарен. Вчера я так не доснимала свое видео, дело в том, что, рассказываю, у меня села зарядка, посередине дороги, когда еще, даже не середина была, наверное, только начало, потому что еще оставалось 5 часов езды, ну, мы думали, что 5 часов. Потом у нас сломался автобус, и что вы думаете, мы ждали час, пока его починят. Слава богу, не 10 часов, нам еще очень сильно повезло, потому что говорили, что может вообще приехать другой автобус, но нам повезло. После поломанного автобуса мы ехали где-то 3 часа с задержками, а потом еще прямо вот перед самым, можно сказать, финишем была ужасная дорога, и если мы по хорошей дороге могли приехать уже за 15 минут, то по плохой дороге мы ехали 45 минут. Она была настолько ужасная, она проваливалась, и вот так вот какими-то холмами была. Это просто ужас. Должны были мы приехать в 10 часу, где-то в 21.45, приехали мы в 23.45, на 2 часа позже. То есть пришли мы домой только в 12 ночи, пришли, и угадайте, что я сделала, я написала маме, и сразу же легла спать. Поэтому следующий день. Вот и все, в принципе, вся история. Мама тоже очень сильно переживает за меня. Мама, я тебя очень сильно люблю, мама. Я знаю, что она будет смотреть это видео, поэтому... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok